Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Скоро на проекте стартует конкурс «Свадьба на миллион». Лилия Четрару и Сергей Захарьяш уверены в своей победе, ведь они вместе уже столько пережили. Также уверены в победе Захар Соленко и Лера Фрост, ведь они уже планируют свадьбу. Лера с Захаром отметили полгода отношений. Девушка получила в подарок от любимого цветы и серьги. Марина Африкантова не расстроилась из-за ухода с проекта Маши Кокно. Девушки продолжают много общаться. «Манечка моя, – пишет Марина, – я очень сильно тебя люблю. Живем в одном районе, в одном доме и день рождения в один день». Рому Копаклый злит, что Марина проводит столько времени с Машей. А после случая, когда девушка обещала вернуться в 2 часа ночи, а вернулась в 4 утра, он и вовсе накричал на нее. Недавно Рому обвинили в переписке с девушкой. Якобы он флиртовал и напрашивался в гости. Рома все отрицает. Все его соцсети открыты для Марины. И он никогда не отвечает девушкам, которые пишут ему. Ведущая Ольга Орлова ищет нового стилиста. Она заявила, что больше не сотрудничает с Евгением Кривенко, который, по слухам, теперь находится в отношениях с Катей Жужей. За Лизой Трианда Фелиди, которую недавно бросила Рома Гриценко, ухаживает новенький Арай Чабанян. Парня недавно отправили на остров. Лилия Четрару сменила имидж. Подписчикам нравится ее новая прическа. Многие пишут, что она стала похожа на Леру. Также есть сходство и с бывшей участницей, косметологом Оксаной Овсипян. Алиана Устиненко отрицает флирт с Алексеем Купиным. Она говорит, что никогда не влезла бы в пару. Если Майя так ревнует, то больше она общаться с Купиным не будет. Тата Блюминкранс мечтает стать ведущей Дома 2. Она работает над своей речью. Подписчики Нелли Ермолаевой, которая готовится к рождению первенца, заметили, что ее губы стали гораздо пухлее, чем были раньше. Видимо, Ермолаева прибегла к услугам косметолога. Многие называют ее поступок безрассудным, ведь такие процедуры противопоказаны беременным. Аня Якунина продолжает выбирать страну, в которую переедет из Москвы. В Китае ей не понравилось, сейчас на очереди Таиланд. В сети ходят слухи о свадьбе Алисы Огородовой и Олега Бурханова. Алиса опубликовала в своем микроблоге фото в свадебном платье. Директор питерской гимназии, в которой училась Ольга Бузова, нелестно высказалась в ее адрес. «Мне обидно, что у нас такая выпускница», – сказала она журналистам. «Она могла бы многого добиться в жизни, но пошла не тем путем». Ольга Бузова сравнила себя с мировыми звездами. Она отстаивает свое право носить откровенные наряды. Она удивляется, почему Мадонне, Риане и Бьонсе это можно делать, а Ольгу постоянно упрекают. «Я не замужем, молодая, красивая, свободная девушка. У меня потрясающая фигура, почему я не могу ее демонстрировать?» На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»